До Нового года осталось совсем немного. Все ближе тот момент, когда в миллионах квартир и домов люди замрут в ожидании боя курантов, чтобы подхватить его звоном бокалов с шампанским. И тогда очередные 365 дней, объединенные в очередной год, станут хроникой 2017-го. Какими были для Харциско последние 12 месяцев? Мысленно перелистать календарь уходящего года и вспомнить о самых важных событиях, громких победах и досадных неудачах, достижениях и происшествиях мы попросили мэра Харциско, его заместителей, начальников управлений и отделов горадминистрации. С такой заставки в новом 2018 году на нашем канале начнется серия видеообращений. Со 2 по 5 января ровно в 18.00 вместо привычных городских новостей с голубых экранов к харцисянам обратятся Александр Левченко. Хотелось бы отметить положительные результаты в плане благоустройства нашего прекрасного города. Это сделано благодаря слаженной работе наших коммунальных предприятий. Виктория Заливадная. Руководитель предприятий решает вопросы загруженности предприятия, поставки сырья, выпуск готовой продукции. На администрацию города вложится задача снижения социальной напряженности и так далее, работа с людьми. Поэтому в этом плане он был непростым. Но я надеюсь, что 2018 год будет намного лучше. Мы научились работать при взаимодействии всех наших предприятий. Идем друг к другу на выручку. Виталий Смык. Коммунальное предприятие «Харциско-электротранс», которое тоже за 2017 год восстановило 3-4 троллейбуса, которые стояли при прежнем хозяеве под забором. Они восстановлены. Амортизация новая. Люди с большим комфортом уже могут ездить по городу. Юлия Крюкова. Наши кадры – это действительно высококвалифицированные специалисты. Когда ты знаешь, что сегодня нужно срочно что-то провести, всегда будешь уверен в том, что эти ребята тебя не подведут и с полной отдачей проведут любое мероприятие. Людмила Быкова. У нас было 29 медалистов. Наши дети принимали активное участие в олимпиадах. Они показывали и проявляли свои знания. В республиканских олимпиадах из 61 ребенка у нас 26 победителей. Это радует. Василий Капон. Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что медицинские работники справились со своими обязанностями по сохранению здоровья населения на достаточно высоком уровне. Наталья Бондаренко. 2017 год, конечно же, был очень насыщенным, очень плодотворным и очень интересным. Наша молодежь, как никогда, аккумулировала весь свой внутренний потенциал и со всей активностью включилась в работу. Владимир Шпортала. Баскетболисты стали два года подряд победителями республиканских соревнований взрослые. И в юношеской баскетбольной лиге 2002-2003 год стали победителями. 2004-2005 год были третьими. Также у нас хорошие результаты показывают мини-футболисты, которые участвуют в открытом переносе в Донецке. И получили, заняли первое место и получили право играть в международном турнире. И Светлана Дудина. Уходит старый год, шуршат его последние страницы. Пусть лучшее, что было, не уйдет, а худшее не сможет повториться. С Новым годом! Видеоархив нашей телекомпании за 2017 год, собранный из сотен сюжетов программы «Городские новости», придется изрядно перешерстить. Спортивные соревнования и масштабные ремонты, народные гуляния и молодежные форумы, достижения на педагогической ниве и в сфере здравоохранения. Из всего этого калейдоскопа картинок за 4 январских дня мы попытаемся собрать более или менее полные иллюстрации к рассказам о жизни города в 2017.